Добрый день! Тема нашей беседы сегодня – меры государственной поддержки. Взгляд со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. О чем мы поговорим? Расскажем о мерах государственной поддержки для фермеров. У нас в гостях Бибарсова Рената Хамзаева, заместитель директора Департамента по развитию сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Рената Хазаева, рады видеть вас у нас в гостях. Передаю вам слово. Коллеги, добрый день! Мы сегодня продолжаем цикл наших вебинаров, посвященных развитию финансовых и юридических аспектов грамотности фермеров. И наш проект называется «Школа бизнеса для МФХ». И сегодня, как уже говорилось, речь пройдет про меры государственной поддержки с взглядом со стороны Министерства сельского хозяйства. Я вам напомню, что у нас образовательные вебинары проходят ежемесячно. И кроме того, раз в квартал мы проводим оффлайн мероприятия, такие как тростливые сессии. Ежемесячно также выпускаем дайджесты грамотности фермера. И в конце года планируем выпустить по итогам всей нашей проделанной работы учебные пособия по бизнесу для фермеров. Также я напомню, что в июле мы проводили уже образовательный вебинар на тему меры государственной поддержки. И тогда мы рассказывали о поддержке со стороны банка. И еще раз напомню, что банк оказывает не только финансовые услуги с целью поддержки фермеров, но также и нефинансовые сервисы и проекты. Мы рассмотрели во время вебинара программы правительства Российской Федерации и Министерства Советского Хозяйства и Минэконома и Развития России, направленные на поддержку фермерства и всего сектора АПК. И также рассмотрели роль банка в рамках реализации этих мер государственной поддержки. А сегодня мы рассмотрим, опять-таки, всех интересующий вопрос про поддержку, но уже взгляд со стороны Министерства Советского Хозяйства. Елена Хамзавина, прошу вас теперь в вашу очередь. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за то, что позвали. Мы действительно, наш департамент отвечает непосредственно за поддержку малых форм хозяйствования, за адресные меры государственной поддержки, которые реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов. Соответственно, те меры государственной поддержки на сегодня адресные, которые предоставляются субъектам микро- и малого предпринимательства ВПК, если, грубо скажу, собрать их всех в кучу, то получится порядка 14 мер. Это те меры государственной поддержки, которые предоставляются только субъектам малого и среднего предпринимательства ВПК. Начиная с погектарки, которая за последнее время предоставляется только субъектам микро- и малого агробизнеса, заканчивая грантами и целевыми субсидиями, которые предоставляются в рамках определенных правил, предусмотренных в том числе в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Все эти 14 мер государственной поддержки защищены так или иначе финансированием. Общий объем финансирования за этот год составит порядка 13 миллиардов рублей. Мы очень надеемся, что в следующем году нам удастся сохранить данный объем и, соответственно, расширить меры государственной поддержки малых форм хозяйств. Но действительно, со следующего года много чего меняется в структуре мер государственной поддержки малого агробизнеса. Но, во-первых, остановимся на том, что компенсирующие и стимулирующие субсидии, которые были предусмотрены для, скажем так, основных приоритетных направлений развития АПК, будут объединены в одну субсидию, которая будет направляться на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса. Всего их определено 12. В рамках 12 приоритетных направлений предусмотрено 26 различных видов государственной поддержки. То есть, например, направление поддержки малых форм хозяйств включает в себя гранты, субсидии, значит, гранты Агропрогресс, ну и остальные меры господдержки, на которых я дальше остановлюсь. А так, их всего 12, еще раз повторюсь, по 26 формам государственной поддержки. Формы все разные. В основном формой поддержки является субсидия на возмещение понесенных затрат по ставкам, которые либо определены правилами, либо будут определяться субъектами Российской Федерации в рамках нормативных правовых актов регионов. Основными приоритетными направлениями поддержки АПК на сегодняшний день обозначены развитие малых форм хозяйствования, сельхозстрахование, по гектарху так называемой, или ее в народе называют несвязанная поддержка, элитное семеноводство, племживотноводство, молоко, плодово-ягодное, мясное скотоводство, ну и иные меры господдержки, это шерсть, это переработка зерна и так далее, те, которые на сегодня наиболее востребованы среди сельхозтоваропроизводителей. В проекте правил, которые будут действовать с 2024 года, предполагается возможность региона выбрать не более трех приоритетных направлений развития АПК, которые будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. И есть приоритетные направления, которые в безусловном порядке установлены для всех субъектов Российской Федерации. Это развитие малых форм, страхование, по гектаркам, элитное семеноводство и племенной животноводство. Соответственно, вот эти пять направлений приоритетного развития АПК будут определены для всех, ну и плюс три, которые выберет регион. В общем-то говоря, на те, ну скажем так, минимально восемь приоритетных направлений, которые будут определены субъекту Российской Федерации, соответственно, будут определены целевые показатели по производству сельхозпродукции того или иного вида, ну и плюс объемы финансирования, которые будут для этого предусмотрены. На сегодняшний день в целевой модели мы планируем предоставление для малых форм хозяйствования порядка семи миллиардов рублей. Учитывая, что Минфин России нам, ну скажем так, несколько сократил финансирование, мы за него сейчас бьемся и очень надеемся, что нам удастся, скажем так, этот лимит отвоевать для того, чтобы развитие малых форм хозяйствования было защищено не только в качестве безусловного приоритета для субъектов Российской Федерации, но также и защищено в рамках общего лимита финансирования средств федерального бюджета. Элитное семеноводство и племенное животноводство установлено приоритетами в рамках достижения технологической безопасности российского АПК в рамках программы по импортозамещению российской селекции и генетики, поэтому, в общем-то говоря, эти приоритетные направления также были включены в разряд безусловных для субъектов Российской Федерации. Ну, я прошу следующий слайд. Если перейти к малым формам, к фермерам и кооперативам, которые на сегодняшний день участвуют в мерах господдержки в форме адресных мер. Ну, во-первых, я обращу внимание, что все малые формы, все субъекты малого агробизнеса мы разделяем на четыре, ну, скажем так, подкатегории. Это личные подсобные хозяйства, собственно, фермеры КФХ и ИП, сельхозорганизации, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Это те субъекты МСП в АПК, которые у нас на сегодняшний день являются, ну, скажем так, объектом нашего внимания. А штриховым, ну, прямоугольником, скажем так, выделены те меры государственной поддержки, которые будут предусмотрены в рамках новообъединенной субсидии. Все остальные меры государственной поддержки предусмотрены в рамках других лимитов финансирования и других государственных программ. Ну, давайте начнем с личных подсобных хозяйств. Личные подсобные хозяйства с 2024 года будут включены в основные приоритетные направления развития АПК. То есть, если мы раньше выделяли личные подсобные хозяйства и предоставляли им субсидию напрямую по отдельному приоритетному направлению государственной поддержки, то с 2024 года начиная, они будут получать наравне со всеми остальными растеневодами, животноводами и всеми прочими сельхозтоваропроизводителями, которые производят основные виды продукции. Соответственно, субсидии по приоритетному направлению развития АПК будут являться личным подсобным хозяйством несколько в иной форме. И мы сохраняем субсидию на реализацию картофеля и овощей в рамках отдельного федерального проекта по развитию картофелеводства и овощеводства, который является отдельным на сегодняшний день структурным элементом государственной программы развития АПК. То есть личные подсобные хозяйства, в принципе, остаются примерно в той же логике, немножечко в другой форме. Что касается фермеров, Гранд Агростартап у нас предусмотрен в рамках национального проекта, федеральный проект акселерации субъектов МСП. Учитывая, что на сегодняшний день действие национального проекта продлено только до 2024 года, и решение о продлении пока у нас протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации не получено. Поэтому мы сохраняем Гранд Агростартап в той же форме, в которой он действовал и до сегодняшнего дня, до 2024 года включительно. То есть в 2024 году продолжает работу Гранд Агростартап. Вместе с тем, в случае, если будет принято решение о продлении действия национального проекта, соответственно, и Гранд Агростартап также будет продлен до того срока, до которого будет продлен национальный проект. Дальше Гранд на развитие семейной фермы мы разделяем на две части, с 2024 года начиная. Гранд на развитие семейной фермы на сегодняшний день предоставляется в сумме до 30 миллионов рублей, а Гранд составляет до 60% затрат по проекту. Так вот, если семейная ферма планирует осуществлять капитальные затраты, то есть это строительство, приобретение, реконструкция, допустим, животноводческих помещений, либо иных объектов по производству, переработке и сельскохозяйственной продукции, и реализовывает комплексный проект по наполнению этих объектов оборудованием и техникой, тогда семейная ферма будет получать Гранд в классическом его исполнении. То есть 30 миллионов, 60% затраты, авансовый платеж по результатам конкурсного отбора. В случае, если семейная ферма предполагает приобретение отдельных единиц техники, либо отдельных единиц оборудования, или, допустим, предусмотрено приобретение за счет средств субсидий только сельскохозяйственных животных и птицы, в этом случае мы предоставляем возможность семейной ферме не выполнять обязательства по созданию рабочих мест и не выполнять обязательства по осуществлению деятельности в течение пяти лет. И таким образом переводим эти затраты в разряд субсидий по факту понесенных затрат в той же форме до 60%. Единственное, что крышку чуть снижаем до 20 миллионов рублей в расчете на одну КФХ. Соответственно, грант на развитие семейных ферм будет поделен на такие две части. Капиталка, грант, некапиталка и движимое имущество – это, соответственно, субсидия по факту понесенных затрат. Еще раз повторюсь, это те меры государственной поддержки, которые защищены финансированием и защищены в части категории получателей. То есть эти субсидии крупных хозяйств получить априори не смогут. Дальше. Сельхозорганизации, которые являются субъектами микро-малого предпринимательства – это все, что СПК, ООО, ЗАО и все прочие организационно-правовые формы сельскохозяйственных товаропроизводителей в настоящее время могут получить грант «Агропрогресс». Логику его предоставления мы не меняем. Соответственно, грант «Агропрогресс» остается в той же форме в правилах, что и действует на сегодняшний день. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы у нас сегодня получают субсидии на возмещение затрат на приобретение имущества. Их несколько. Есть отдельные субсидии для приобретения сельхозживотных, есть приобретение сельхозживотных в целях замены лейкозного скота, есть субсидии на приобретение имущества с целью передачи членам кооператива, есть субсидии на приобретение имущества с целью включения в неделимый фонд кооператива и так далее. Их очень много, этих субсидий. Соответственно, эти субсидии действуют в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и продолжает работать в том же виде. Меняется грант для развития материально-технической базы. Он также разделяется, как и грант на развитие семейной фермы, на две части. На грант для развития материально-технической базы на капитальные затраты и на некапитальные затраты будут предоставляться субсидии. По факту понесенных затрат до 60% будет составлять сумму государственной поддержки в размере до 20 миллионов рублей. Вместе с тем мы вводим новый грант в структуру государственной программы, который будет называться грант для развития материально-технической базы начинающего кооператива. Собственно говоря, сумма здесь чуть поменьше, чем в классическом исполнении, всего до 10 миллионов рублей. Но вместе с тем, если вы только-только создали кооператив и не хотите ждать год и принимать 10 членов для того, чтобы получить так называемый большой грант, теоретически с 2024 года у вас будет возможность получить, равно как фермеры получают грант Агростартап, такой же грант для развития начинающего кооператива. Это те меры государственной поддержки, которые предусмотрены для развития сельскохозяйственного производства, либо переработки сельхозпродукции. У нас еще есть грант Агротуризм, который предусмотрен в рамках отдельного федерального проекта развития сельского туризма в рамках государственной программы. Он продолжает работать в том же виде, в котором он работает сейчас. Мы заканчиваем проведение отборочных процедур, проектов для финансирования их в 2024 году. Буквально завтра-послезавтра будет выпущен протокол. утверждающий перечень проектов, которые будут профинансированы в 2024 году. Отбор у нас в этом году, ну, будем считать, что завершен. Вместе с тем, в следующем году, в течение следующего года мы планируем ввести, скажем так, несколько дополнительных условий при предоставлении грант Агротуризм, в рамках которых мы предполагаем приоритетную поддержку комплексных проектов по развитию агротуризма на основе операционных связей. То есть, если, например, несколько сельхозтоваропроизводителей готовы реализовывать один проект по развитию, так называемого, туристического кластера на сельской территории, либо у них есть уже исторически сложившийся такой тандем, в рамках которого они развивают сельский туризм, такие проекты будут поддерживаться в приоритетном порядке в рамках комплексных проектах по развитию сельского туризма. Ну и на сегодняшний день, буквально сегодня, состоялись общественные слушания законопроекта, который предполагает введение понятия фермерской продукции и введение понятия агроагрегатора. Это тех организаций, которые будут в будущем в силу законопроекта осуществлять сбор, хранение, переработку и сбыт фермерской продукции, произведенные субъектами микро- и малого предпринимательства. После принятия данного закона, а принятие его планируется уже в осеннюю сессию текущего года, соответственно, Минсельхоз России будет приступить к разработке мер госпертной поддержки таких вот агрегаторов фермерской сельхозпродукции и, соответственно, самих производителей фермерской продукции, которые сотрудничают в рамках контрактов с агроагрегаторами. Это такие изменения нас ждут с 2024 года, соответственно, здесь собраны практически все меры господдержки, которые на сегодня могут получить сельхозтоваропроизводители категории малой формы хозяйствования. Оговорюсь только лишь, остановлюсь на двух еще моментах. Первый момент. Все меры государственной поддержки малых форм хозяйств на сегодняшний день синхронизированы с продуктовой линейкой Росельхозбанка. Соответственно, если вы являетесь клиентом Росельхозбанка и получателем, ну, например, гранта, то есть отдельные специальные условия для таких грантополучателей со стороны банковских продуктов. Таким образом, допустим, для развития семейной фермы, если вы получаете грант и у вас есть решение конкурсной комиссии, при этом вы хотите привлечь кредит для софинансирования проекта, есть отдельные специальные условия для семейных ферм. То же самое действует для сельхозпотребка. Для агростартапа есть отдельный кредитный продукт, там Агростарт, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Тимур, может меня поправит. Для получателей гранта Агропрогресс также есть отдельная продуктовая линейка, которая предусмотрена именно для этих получателей господдержки. Поэтому я призываю всех, в случае, если есть недостаток собственного софинансирования для реализации таких проектов, активно пользоваться возможностью, которая предоставлена в рамках нашего сотрудничества с банком. И второй момент, на котором я бы еще хотела остановиться, является следующий. Достаточно серьезно у нас работает льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей, в рамках которых есть защищенный лимит в объеме 20% от коротких кредитов и 15% от длинных кредитов для малых форм хозяйственных. Вместе с тем, на сегодняшний день, в связи с изменившимися условиями, там, ключевой ставки и так далее, кредитование чуть приостановлено. И со следующего года также меняются условия кредитования в рамках постановления правительства 1528. Касаются они следующего. В случае, если сельхозтоваропроизводитель осуществляет деятельность в области растеневодства и получает кредитный ресурс по льготной ставке на развитие подотраслей растеневодства, то кредит ему будет предоставляться только при наличии у него договора агрострахования. Но эти условия, насколько сегодня мне объяснили коллеги из соседнего департамента, который этим занимается, эти условия не будут распространяться на малые формы хозяйственных. То есть тот защищенный лимит кредитования, который предусмотрен для МФХ, не будет касаться тех изменений льготного кредитования, которые будут касаться всех остальных сельхозково-хозяйственных товаропроизводителей. И третий момент, на котором остановлюсь, здесь он не указан, потому что он еще находится в проработке, но вместе с тем мы достаточно активно сейчас с этим работаем. И я практически уверена, что к следующему году мы получим еще одну меру государственной поддержки, которая будет касаться развития и предоставления возможности использования малыми формами хозяйствования газопоршневых установок для выработки электроэнергии. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что электроэнергия очень дорогая, особенно для малышей. В ряде регионов она составляет до 15 рублей за киловатт, но у данных форм хозяйствования достаточно часто есть доступ к газу. Соответственно, с «Газпромом» заключен меморандум в рамках питерского экономического форума между миссельхозом и «Газпромом», который предусматривает программу развития применения хостоваропроизводителями газопоршневых установок для выработки электроэнергии. Стоимость такой электроэнергии с учетом стоимости самой газопоршневой установки и стоимости газа составляет не более 3 рублей. Таким образом, мы сейчас находимся в проработке этого вопроса. Как только программа будет утверждена, соответственно, будут разработаны меры государственной поддержки на приобретение ГПУ и льготные условия для малых форм хозяйственных по подключению газа, по получению тех условий, по разработке проектов для установки ГПУ и так далее. Мы очень надеемся, что это нам поможет снизить стоимость приобретаемой электроэнергии, которая у нас используется на сегодня в основном для переработки для зерносушилок и для тепличных хозяйств. Примерно так. Я готова, коллеги, ответить на вопросы, если таковые имеются. Ренат Хамзайн, большое спасибо за прекрасный рассказ о том, что нас ждет в будущем. И коллеги, сейчас как раз настало время, когда вы можете задать вопросы, вас интересует писать, желательно в чате здесь или в комментариях на сторонних ресурсах, таких как ВКонтакте, где идет тоже трансляция. И для того, чтобы, наверное, немножко как-то раскрепостить наших слушателей, я начну с вопроса и задам самый простой, базовый для тех, кто еще никогда не сталкивался с мерами государственной поддержки и вообще думает, что минсельхоз не помогает. Но мы-то знаем, что это абсолютно неправда. И вот как раз для таких людей, Ренат Хамзайн, насколько сложно получить грант? Какой-то механизм подачи заявки, каким критериям нужно соответствовать для вот вновь начинающего фермера, чтобы он этого не боялся и спокойно мог подавать заявки и участвовать в конкурсе на получение грант? Ну, смотрите, значит, во-первых, на вопрос, скажем так, помогает ли минсельхоз, мы всегда приводим три очень простые цифры. Первая. Доля малых форм хозяйственных в производстве сельхозпродукции, конкретно фермерских хозяйств, по статистике за 22-й год составила 16%. Доля государственной поддержки малых форм хозяйственных в общем объеме господдержки АПК, госпрограммы АПК за 22-й год составила более 25%. То есть поддержка малых форм больше, чем их вклад в общую корзину производства. И третья цифра – это 65% всех получателей мер государственной поддержки в рамках госпрограммы АПК составляют субъекты микро- и малого предпринимательства. То есть большая часть сельхозтоваропроизводителей у нас сегодня относится к малышам. Категориям, ну, мы их называем малышей. Категориям малышей. Соответственно, все эти сельхозтоваропроизводители получают достаточный объем государственной поддержки. Это на вопрос, помогаем ли мы, да, помогаем. Второй момент. Ни одно министерство на сегодняшний день не оказывает столько мер государственной поддержки защищенного типа для субъектов МСП, как минсельхоз. Ни одно. Вот любую госпрограмму откройте, ни в одной госпрограмме вы столько мер поддержки не найдете. Но сегодня, еще раз повторюсь, 14 мер адресных, которые предоставляются субъектам микро- и малого предпринимательства, в том числе ЛПХ. Из них 5 грантов. И шестой мы вводим на следующий год. Никто из ФАИВов такие поддержки не оказывает. Поэтому на вопрос, помогаем ли мы, мы помогаем ровно в той степени, в которой мы можем помочь. Естественно, мы ограничены бюджетом. Естественно, мы ограничены рядом административных процедур. Но, тем не менее, все, что возможно облегчить в условиях получения мер господдержки, мы на сегодняшний день облегчили. И все, что возможно облегчить в рамках административных процедур, вообще в принципе деятельности малого форм хозяйствования, мы стараемся делать. Здесь, если говорить, например, про нефинансовые меры поддержки, да, мы сегодня говорили про субсидии, про деньги, которые можно получить. Но мы не должны забывать, что есть еще несколько направлений, в рамках которых мы работаем для того, чтобы снизить административные барьеры. Ну, например, на сегодняшний день очень активно прорабатывается вопрос упрощения внесения данных именно субъектами малого и среднего предпринимательства ВПК, ВОВГИСы и информационные различные системы, которые предусмотрены для ВПК. Ну, например, ВОВГИС Сатурн. Мы все знаем, что на сегодняшний день в ежедневном режиме ВОВГИС Сатурн вносится сведения со стороны сельхозтоваропроизводителя. Нам удалось совместно с Ассоциацией народных фермеров добиться, чтобы Россельхознадзор предусмотрел отдельные условия для малых форм хозяйствования. И на сегодняшний день уже вносятся изменения в нормативно-правовые акты, которые будут предусматривать возможность внесения такой информации один раз в три дня. Дальше. Мы планируем упростить, сейчас тоже вносятся изменения в порядок регистрации новых сортов, выводимых малыми формами хозяйственного государственного реестра селекционных достижений. То есть сейчас процедура очень долгая, она очень тяжелая. Она предусматривает очень много документов и процедур административных, которые должен пройти сельхозтоваропроизводитель, который разработал некий сорт. Так вот, фермеры к нам обратились. Мы провели достаточно много совещаний и консультаций со всеми заинтересованными сторонами, со стороны власти, со стороны операторов государственных реестра. Соответственно, уже фермерами внесено 14 поправок, из которых 7 приняты и уже вносятся в нормативно-правовые акты. Дальше. Сейчас я сегодня уже говорила в такой активной проработке законопроект, который предусматривает защищенные наименования фермерской продукции. То есть не сможет Мираторг больше называть свои сосиски фермерскими. Будет фермерской продукцией называться только та продукция, которая выпускается микро- и малыми сельхозтоваропроизводителями. И, соответственно, будет расширена возможность ее сбыта. Плюс ко всему мы сейчас достаточно активно проговариваем со всеми федеральными сетями по вопросу сокращения требований по контрактам, которые заключаются с малышами на поставку своих продукций в торговые сети. Ну и так далее. Те же ГПУ. То есть очень много работы ведется параллельно мерам государственной поддержки. И вся эта работа, она, как правило, связана с изменениями в законодательство, поэтому проходит достаточно долгое время, пока мы эти вопросы решим. Но вместе с тем мы их решаем в ежедневном режиме и, насколько это возможно, ускоряем все эти процедуры. Это по вопросу мер господдержки. Теперь, как получить грант и чему нужно соответствовать. Ну, скажем так, базовые условия предоставления гранта все предусмотрены в правилах, которые приведены в государственной программе. Ну, в частности, агро-стартап у нас в шестых правилах, семейная ферма с Поки у нас в восьмых правилах, агротуризм у нас в двенадцатых правилах. Базовыми условиями являются несколько моментов. Первый – это регистрация и осуществление деятельности на сельской территории, либо на территории сельской агломерации. Сельская агломерация у нас является малый город с численностью до 30 тысяч человек. Соответственно, те сельхозтоваропроизводители, которые работают и зарегистрированы в городах, либо в административных центрах субъектов, они, к сожалению, возможность получить адресный мер господдержки для МФХ не могут. Здесь очень простое объяснение, на самом деле. Во-первых, ну, одной из полномочий, скажем так, на сельхоза России – это закрепление сельского населения на сельской территории и создание условий для этого закрепления. Понятно, что первоочередным фактором для того, чтобы человек остался работать и жить на селе, является наличие рабочего места и достойной заработной платы. Дальше к нему, к этим условиям уже присоседиваются социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура и так далее. И если у нас социальная инженерная инфраструктура сейчас так или иначе развивается в рамках другой большой государственной программы – это комплексное развитие сельских территорий, то, например, с рабочими местами достаточно сложно. И поэтому Минсельхоз принял для себя решение, что будет стимулироваться индивидуальное предпринимательство на сельских территориях с целью, ну, скажем так, самообеспечения самозанятости, условной самозанятости. Потому что все-таки индивидуальные предприниматели – это коммерческая деятельность, да, но, тем не менее, мы их считаем так называемыми самозанятыми, которые имеют работу собственную, собственное дело на сельской территории, могут обеспечить свою семью, ну, и немножечко своих соседей. Соответственно, поэтому базовым условием является регистрация и осуществление деятельности на территории, на сельской территории, территории сельской агломерации, субъекта Российской Федерации. Второе базовое условие – это грант получается на территории того региона, в котором зарегистрирована деятельность сельхозтоваропроизводитель. То есть невозможно иметь поле в Рязанской области, а грант получить в Оренбурге. Но это физически невозможно и невозможно в силу правил. Поэтому только тот регион, в котором ты работаешь. Третье условие – это условие по сроку ведения деятельности. Для каждого гранта он разный. Значит, для агро-стартапа установлен срок минимальный, то есть это регистрация в году предоставления гранта. То есть вот вновь зарегистрировался, пришел, получил агро-стартап. Для годовалых фермеров, так называемых, этот грант уже не работает. Для годовалых фермеров, срок регистрации которых превышает 12 месяцев, у нас предусмотрен грант на развитие семейной фермы. Если ты субъект микро-малого предпринимательства, не являющийся ИП или БКФХ, то это грант Агропрогресс. Там предусмотрен срок действия 24 месяца. Для кооперативов, которые получают грант, предусмотрен срок действия более 12 месяцев с даты регистрации. И для гранта Агротуризм такой срок не предусмотрен в принципе, но он ограничен требованием, что получатель гранта должен быть сельхозтоваропроизводителем. То есть за последний календарный год у него должно быть в структуре выручки 70% от реализации сельхозпродукции. Таким образом, это базовые условия, которые установлены правилами в государственной программе развития АПК. Ну и также предусмотрены, конечно, условия по созданию рабочих мест, если они есть для этого гранта. И, скажем так, базовые ставки по грантам, максимальные ставки по грантам. Для агро-стартапа это 7 миллионов, для семейной фермы 30 миллионов, для споков 70 миллионов и для агротуризма 10 миллионов. Это все, что предусмотрено федеральными условиями. Но в правилах есть очень хитрая оговорка, которая всегда очень смущает получателей. Касается она следующего. Требования гранта получателям, порядок предоставления государственной поддержки и условия ее предоставления, в том числе состав документов, которые подается на рассмотрение конкурсной комиссии, определяются субъектом Российской Федерации. Таким образом, в каждом регионе установлены свои правила предоставления гранта. Есть, конечно, базовые тоже, такие как отсутствие налоговой задолженности, наличие гражданства Российской Федерации, ну и так далее, наличие земельного участка. Для каждого гранта они тоже свои, но тем не менее, в каждом регионе разные требования устанавливаются грантополучателям. И здесь возникает вопрос, насколько просто или сложно их соблюсти. Я бы для себя разделила все регионы на, ну, скажем так, две равные части. Первая часть регионов – это те субъекты Российской Федерации, в которых спрос на гранты огромный, особенно на агростартап. Это тогда, когда у нас приходит, например, 300 человек заявителей на конкурс, а отобрать нам нужно из них 15. Вот это огромный конкурс, я считаю, когда 20-25 заявителей на один грант, тогда, конечно, это очень сложно, потому что ты должен пройти все конкурсные процедуры и быть идеальным проектом для того, чтобы тебя отобрала конкурсная комиссия. В этом случае регионы, как правило, в своих порядках устанавливают дополнительные требования к заявителям для того, чтобы сузить воронку входа на грант. И здесь, с этой точки зрения, фермерам, ну, бывает сложно выполнить все эти условия. Есть вторая часть регионов, в котором спрос на гранты не столь велик. Там, в принципе, там 3-4-5 заявителей максимум на один грант, и тогда регион устанавливает максимально простые требования к заявителям, ну, для того, чтобы хоть кто-то допришел. Тогда там, конечно, достаточно просто. Это, как правило, не совсем аграрные регионы, северные регионы, такие как Мурманск, Архангельск, Хабаровск, ну и так далее, Чукотка. Там спроса вообще практически нет, один фермер на всю Чукотку. Ну, то есть это те регионы, в которых, ну, действительно спрос не очень большой. Там получить, конечно, проще. В этом смысле помогают очень сейчас подготовка документов в Центре компетенции в сфере искусственного оператора, поддержки фермеров. Они есть в каждом субъекте Российской Федерации. Ну, и, соответственно, Центр компетенции помогает подготовить надлежащий пакет документов, который дальше идет на конкурсный отбор. В любом случае, грант – это конкурс. Хотим мы того или не хотим, это конкурсные процедуры. Устанавливается комиссия в субъекте Российской Федерации. Больше половины комиссий не должны составлять государственные и муниципальные служащие, то есть это общественное объединение, институты развития. На Кавказе так Сокалы, это главы районов и так далее, которые сидят и помогают членам конкурсной комиссии отобрать тот или иной проект, экспертное сообщество и так далее. Здесь, ну, скажу так, вот у нас иногда бывает, там, например, да, приходят заявления от заявителей, которые не прошли конкурсный отбор. Как правило, звучат они следующим образом – обращение граждан. Здравствуйте, уважаемый Минсельхоз. Я, значит, подал документы на конкурс. Меня не избрали, потому что я не являюсь родственником министра. Вот все, кто родственники министра, они получили, а вот я не получил. Коллеги, у нас каждый год, ну, чтобы вы понимали просто вот рядок цифр, ежегодно порядка трех тысяч агро-стартапов мы предоставляем, около пятиста грантов на развитие семейных ферм. Это три с половиной тысячи грантополучателей. Вы серьезно думаете, что каждый год три с половиной тысячи человек являются родственниками того или иного министра? Ну, это физически невозможно. Министры так не размножаются, коллеги, понимаете? То есть это просто нонсенс какой-то. Да, возможно, кто-то где-то что-то проскочил, это жизнь, ну, как бы мы все это прекрасно понимаем. Но это не значит, что все, кто получил грант, это мои родственники или родственники министра регионального или еще кого-либо из членов комиссии. Поэтому это абсолютно абсурд. Нужно просто научиться правильно готовить документы, правильно проходить конкурсный отбор. У нас очень часто бывает, когда заявитель приходит в полной уверенности, что у него все хорошо. И когда конкурсная комиссия, либо рабочая группа конкурсной комиссии выезжает на место дислокации фермеров, видит, что у него там чисто поле и две коровы в три ряда. И фермеры там браво рассказывают, что он сейчас вот еще сто купит. Куда он их поставит, непонятно, но он еще сто купит. И вот прям сразу начнет сыр варить из этого молока. Это тоже абсурд. Очень много экспертов сидит в конкурсной комиссии, все прекрасно все понимают. И вот эти вот рассуждения на тему, сейчас вы мне дадите грант, я накормлю всю Россию, это тоже, ну, скажем так, маловероятный факт. Поэтому грант получить возможно при соблюдении тех условий, которые установлены регионом, и при надлежащей подготовке конкурсной документации. Бывает, кстати говоря, и обратная ситуация, когда мы с этим столкнулись вот в рамках конкурсного отбора проектов агротуризма. Кто не знает, у нас единственный грант, который отбирается на уровне медсельхоза, это грант агротуризм. Мы столкнулись с ситуацией, когда приходит идеальный проект с идеальными цифрами, очень красиво написанный, гарной презентацией, но если поехать на место, то там ноль по нуля. Такие ситуации тоже бывают. И мы их тоже стараемся выявить для того, чтобы даже при идеально подготовленных документах такой проект грант все-таки не получил, потому что в основании своем он имеет практически пустое место. Это проблема. Поэтому, ну вот, если коротко, наверное, так примерно. Спасибо большое, Ренат Хамзайнов. Я надеюсь, что вас услышали, то люди, которые на самом деле хотят развивать, быть кормителями России, это, наверное, нет, как получается, но которые хотят развиваться и развивать свое подсобное хозяйство, ферму, на самом деле могут рассчитывать на помощь, если это по-настоящему действующий проект, а не какая-то выдуманная история. У нас появился один вопрос, но я не совсем уверен, что он относится к теме нашего вебинара и то, что мы сможем на него ответить. Но я его прочитаю, раз уж я обещал, что на вопросы будет. Это про Витграсс? Да, это про Витграсс. Да, я его вижу. Ну, смотрите, давайте так. Во-первых, что касается школ и детских садов. И вообще выводу фермерской продукции, так называемой, да, фермерской продукции, либо продукции, произведенной любой формой и малых форм хозяйствования, ВПК, на государственные муниципальные закупки, потому что детские сады и школы – это государственные муниципальные закупки. Значит, естественно, у нас все узаконено. И есть такой совершенно страшный 44-й федеральный закон, который регулирует порядок поставки продукции по государственному муниципальному заказу. Да, там есть защищенный, скажем так, лимит поставки продукции субъектами малого и среднего предпринимательства. То есть в структуре всех государственных муниципальных закупок не менее 15% должно составлять продукция, произведенная субъектами малого и среднего предпринимательства. Но здесь возникает очень много, скажем так, нюансов, которые в некоторых регионах решаются, как вот предлагает Александр, административным ресурсом, а в некоторых регионах местные руководители не очень хотят включать этот административный ресурс. В чем он заключается? В этих 15% поставок субъектами микро и малого и среднего предпринимательства, в том числе, в эти 15% входит сельхозпродукция, произведенными субъектами малого агробизнеса. И все зависит в первую очередь в поставках такой продукции от того, насколько правильно и аккуратно сформировано техническое задание на закуп такой продукции при проведении торгов. То есть, если, например, тут вопрос, наверное, больше не по Витграсу, потому что Витграс – это очень специфическая продукция, которая, да, очень полезна для детского сада и школы, но при этом, скажем так, не является общераспространенной продукцией, применяемой при питании, которая идет для детей. Значит, ну, скажу в общем сначала, да, потом перейду к Витграсу. В общем смысле поставка для государственных муниципальных нужд всегда ограничивается с требованиями технического задания в первую очередь. Так вот, есть регионы, в которых на региональном уровне, скажем так, административно принято негласное правило, что все муниципальные учреждения, образование, здравоохранение и так далее формируют техническое задание таким образом, чтобы местные, локальные, сельскохозяйственные товаропроизводители смогли поставлять такую продукцию. Ну, например, если это мясо и мясная продукция, то это одно ТЗ. Если это молоко и молочная продукция, это другое ТЗ. Если это овощная продукция, то это третье ТЗ. Таким образом, местные и локальные фермеры имеют хотя бы теоретическую возможность участвовать в таких торгах. Есть регионы, в которых такой административный ресурс не применен, и, соответственно, все муниципальные заказчики действуют по общим требованиям 44-го федерального закона. И тогда мы имеем ТЗ, в котором фигурируют и яблоки, и бананы, и ананасы, и зеленый горошек, и колбаса, и тушенка. И тут непонятно, какой сельхозтоваропроизводитель хотя бы теоретически сможет ананасы с тушенкой в одном ТЗ поставить. И в этом смысле, конечно, локальные сельхозтоваропроизводители значительно проигрывают на таких муниципальных поставках, на таких муниципальных торгах так называемым перекупщикам, либо РЦ, которые собирают всю эту продукцию и поставляют по единому ТЗ. Но вы должны понимать, что еще все регионы, но в моем понимании, это из моего личного опыта, делятся на две равные тоже части. Одна часть регионов, скажем так, диктует правило сверху. То есть включается руководство регионов во все процессы, которые происходят, в том числе по производству и поставкам сельхозпродукции, и инициируют административным ли ресурсом, законодательным ли ресурсом, либо еще какими-то процедурами упрощения требований для локальных товаропроизводителей. И тогда все получается очень классно. Тогда, когда губернатор понимает проблемы малышей, он начинает внутри региона выстраивать процессы таким образом, чтобы малышам было комфортно. Но при этом, чтобы все остальные тоже понимали все, что происходит в регионе. Есть другая часть регионов, в которых, к сожалению, руководство регионов не в полной мере понимает эти проблемы, либо просто не доходит до них сверху. Тогда очень хорошо играет ресурс инициативы снизу, когда сельхозтоваропроизводители сами приходят, например, в региональный орган управления АПК и инициируют решение того или иного вопроса. Ну, например, у нас был недавно случай, когда регион нам из года в год говорил, у меня нет заявителей на грант. Ну, вы что хотите, делайте. Не надо нам денег. У нас нет заявителей. К нам никто не приходит. Мы объявляем конкурс, никого нет. Ну, то есть, вот такие, да, вопросы. Пожалуйста, обнулите нам лимит. После чего ко мне приходит человек, один фермер, член местной фермерской ассоциации, который говорит, Ренат Хамзан, такая проблема, нам гранты не дают. Вот мы заявляемся, а гранты нам не дают. Я говорю, слушай, ну, какой-то нонсенс. Мне только вчера министр сказал, что никто не приходит за грантом. Он говорит, да блин, мы не можем прийти за грантом, потому что там вот какая-то запятая не там поставлена. И мы сделали немножко проще. Мы собрали несколько фермеров, которые столкнулись с одной и той же проблемой. Они пришли к министру и говорят, слушай, мужик, мы к тебе не можем прийти на грант, потому что у тебя запятая не тут поставлена. После чего были внесены, извините, в нормативно-правовые акты, был урегулирован вопрос. Соответственно, сейчас я счастлив и довольна. То есть инициатива снизу, она тоже работает. В случае, если фермер адекватно может объяснить свою позицию и донести свою проблему до руководства. Таким образом, если мы вернемся к государственным муниципальным поставкам, то те регионы, в которых сверху вопрос решен, там все достаточно хорошо и красиво, в тех регионах, в которых этот вопрос не решается со стороны руководства регионов, необходимо инициировать снизу. Значит, вам необходимо вместе собраться, прийти и сказать, коллеги, мы готовы поставлять продукцию. У нас она есть, мы ее перерабатываем. Она у нас надлежащей упаковке, надлежащего качества. У нас есть опыт поставки в сети и так далее. Почему вы нам не даете возможность кормить своих детей в наших детских садах и школах? Давайте пересмотрим вопрос формирования технического задания. Пожалуйста, дайте поручение муниципалитетам, чтобы они правильно его формировали, и мы тогда своих детей будем кормить своей продукцией. Это логично и это обоснованно, но это нужно адекватно объяснить. Поэтому я призываю всех, кто хочет попробовать, скажем так, поставлять на госмуниципальный заказ, пойти вот таким путем, путем инициирования вопроса формирования задания со стороны муниципалитета. Но здесь возникает еще один очень-очень большой вопрос. Это вопрос цены, потому что государственный муниципальный заказ обеспечивается бюджетом. Это бюджетные деньги. И, естественно, государственные структуры стараются сэкономить. И цена, которую просит фермер за свою продукцию, как правило, много выше, чем та цена, которую готов предоставить муниципальный заказчик. Это факт. И муниципальный заказчик не может предложить цену больше, потому что ему из бюджета больше денег не дали и не дадут никогда. Поэтому, когда мы рассуждаем на тему, давайте мы будем поставлять супернатуральную продукцию детских садов и школы, мы не должны забывать, что тогда фермер должен для себя понимать, что он будет либо продавать продукцию по густарству муниципальному заказу по себестоимости либо ниже себестоимости, потому что цену больше муниципальный заказчик обеспечить не может. И в этом смысле, если переходить к вопросу поставки Витграса, мы тоже должны понимать, допустим, теоретически, мы включим сейчас административный ресурс, выясним, из какого региона у нас, уважаемый Александр, и скажем, коллеги, берем Витграс, нам скажут, вы что, ку-ку, у нас денег на это нет, у нас это не предусмотрено, во-первых, в рационе питания, во-вторых, у нас денег на это нет, поэтому в этом смысле я очень рекомендую, прежде чем говорить об административном ресурсе с точки зрения поставки, скажем так, продуктов, которые не совсем традиционные для сельхозтоваропроизводителей, таких как Витграс, как биологические добавки, как у нас тут некоторые предлагают поставлять детские сады и ванчай, которые, безусловно, очень полезны и так далее, в этом смысле сначала прийти к руководителю местного органа управления АПК, переговорить, насколько возможно вообще поставка такой продукции по муниципальному заказу, и как может руководитель органа управления АПК вам с этим помочь, потому что если денег априори на это бюджетных нет, то вы этот вопрос не решите никогда даже при включении административного ресурса, поэтому здесь я бы наверное предложила вам все-таки попробовать найти другие каналы сбыта своей продукции, а если вы говорите, что денег для этого не требуется, то есть вы готовы поставлять это за бесплатно, тогда вопрос какой вы предприниматель, потому что в силу гражданского кодекса предприниматель все-таки ведет коммерческую деятельность, и действует в силу исполнения принципа получения доходности, а поставка продукции за бесплатно пусть даже в детский сад, что конечно очень почетно, но тоже наверное не будет иметь какого-то большого смысла. Давайте переходим дальше, Герасимов Александр задает вопрос, когда будет открыт прием реестра по 15-28, прием реестра по 15-28 будет открыт тогда, когда будет устаканена ключевая ставка. С повышением ключевой ставки естественно все реестры к сожалению приостановлены, потому что в случае если мы сейчас их откроем, то финансирование федерального бюджета для исполнения обязательств по таким льготным кредитам нам просто не хватит. Мы не сможем обеспечивать эти кредиты, поэтому реестра будет открыт тогда, когда ключ немножечко спадет, устаканится, придет в норму, тогда мы можем открыть, потому что если мы сейчас откроем, мы буквально за 2 дня съедим весь лимит, который предусмотрен до конца года, и дальше обеспечить эти обязательства мы уже к сожалению не сможем. Такова правда жизни, поэтому к сожалению пока нет. Дальше. Добрый день. Как будет? Да. Чуть-чуть переговорить. Давайте. Давайте мы ответим на два последних вопроса, которые Грузин, я и Аметова Валентина, и к вопросу Грузин я еще добавлю, у нас появился вопрос в Телеграме, конкурс на гранты в Ленинградской области. Скажу, да, конечно. Ну давайте с Грузина начнем, да? Возможно ли переспределить? Тимур, у меня синдром начальника, я поэтому очень быстро и по делу. Да, пожалуйста. Я отвечу крангач Маргарите о том, что школа фермера проходит по схеме образования теория-практика, это 150 часов теории, 100 часов практики, все это проходит на базе региональных аграрных университетов, и все-таки школа фермера не относится к теме нашего сегодняшнего вебинара, вам лучше будет обратиться к представителям Схозбанка в регионе, который курирует этот проект. И теперь рядом с хозяином микрофон ваш. Спасибо большое. Кстати говоря, о школе фермера не знают, возможно, кто не пробовал участвовать в гранте агротуризм в этом году, мы внесли изменения в приказ, и для тех заявителей, которые прошли дополнительное образование, в том числе в школе фермера, по направлению агротуризм, они имеют дополнительный балл при оценке проекта агротуризма, так что, пожалуйста, если кто-то хотел, может быть, но сомневался, можно попробовать. И, кстати говоря, здесь, наверное, скажу, плюс в копилочку банка, если раньше, скажем так, темы для школы фермера выбирались, ну, условно, рандомно, на основании того понимания, которое складывалось у министерства и у банка, то сейчас все темы для школы фермера выбираются конкретно по заявкам слушателей школы фермера, то есть фермеры задают конкретные вопросы, и школа фермер учит конкретно вещам. И на самом деле это классно, потому что не всегда, скажем так, мы видим специфические проблемы в каждом регионе, а фермер, когда их задает и когда хочет действительно научиться чему-то определенному, что его на данный момент интересует, а школа фермера может дать ему такую возможность, это, конечно, классная история, которая дальше будет иметь безусловно положительное развитие. Так вот, вопрос Грузина. Возможно ли перераспределение средств гранта от тех регионов, которые не хотят получать, к тем, где много желающих, чтобы его было проще получить? Ну, на самом деле это так и получается. Здесь к этому вопросу, ну, во-первых, давайте так, технически мы так и делаем, то есть мы сначала распределяем средства, доводим лимиты финансирования до регионов, дальше регионы объявляют конкурсный отбор, отбирают гранты получателей, дальше, где-то в середине года мы направляем запрос в субъект Российской Федерации с просьбой направить нам предложение по возврату средств, в случае, если таковые имеются, если мы набираем достаточный лимит для перераспределения, но в моем понимании достаточный лимит это где-то около 100 миллионов, тогда имеет смысл вообще там, ну, условно говоря, заморачиваться с этим перераспределением, вот если мы набираем где-то 100 миллионов возвратных средств, которые не востребованы заявителями в тех или иных субъектах, мы запускаем процесс их перераспределения между субъектами Российской Федерации желающими дополнительно получить средства и в которых есть еще дополнительные заявители. В случае, если лимит, который мы собрали по остаткам меньше 100 миллионов, ну, там, 8-100 миллионов, то тогда мы его возвращаем, к сожалению, в резервный фонд, потому что трудозатраты, которые идут на перераспределение средств, они значительно выше, чем сами средства, то есть выхлопа нет от слова вообще. Перераспределять 5 миллионов это 3 месяца работы и, ну, не факт, что в регион они попадут, поэтому, еще раз повторюсь, мы, в принципе, так и поступаем, если денег региону не нужно, он это понимает в середине года и возвращает их, соответственно, мы их перераспределяем. Так вот, значит, к вопросу распределения. Значит, почему мы... Нам очень часто задают вопрос, а что бы сразу не распределить столько, сколько надо? Ну, во-первых, сразу распределить столько, сколько надо не совсем получается, потому что регион заявляет, а потом в регион никто не приходит. И получается, что мы как будто бы распределили по заявке региона столько, сколько ему надо, но эти средства оказались не востребованы со стороны получателей. К сожалению, такие случаи случаются, они очень редкие, но они случаются, и тогда у нас возникает возврат. Поэтому мы сейчас максимально все формулы распределения перевели на заявку региона, и сейчас ведется работа с субъектами на следующую тему. То есть мы, скажем так, настоятельно рекомендуем в добровольно-принудительном порядке субъектам проводить предварительную работу по определению потенциальных заявителей на грант, и проводить эту работу где-то в сентябре-октябре текущего года на следующий год. То есть уже нужно проработать с фермерами, кто придет на семейку, особенно с теми, кто не агро-стартап. Это семейные фермы и грант-испок, это дорогие проекты, на которые мы изначально распределяем средства. И если регион к октябрю-ноябрю месяцу текущего года не понимает, кто у него придет в следующем году, такой регион деньги не получает. То есть это уже работает второй год, и, как правило, у нас возвратов по семейкам и поспокам сейчас уже практически нет, потому что регион эту работу проводит. Еще раз повторюсь, в добровольно-принудительном порядке, потому что мы устали вот этими вот перегибками заниматься. И почему так? Потому что регион, заранее определяя потенциальных заявителей, начинает с ними отрабатывать. Во-первых, начинает понимать, чем занимается фермер, насколько он платежеспособен, насколько он адекватен с точки зрения его развития, насколько он владеет компетенциями для своего развития и так далее. В противном случае у нас получается какая-то ерунда. Поэтому изначально на моменте распределения, ну, вот как получается, так получается по заявкам субъектов. Ну, а уж если возврат, то тогда мы решаем этот вопрос. Так, поехали, Дальше. Да, давайте вот последний вопрос, а то мы уже из лимита вышли. Меня тут все теребят про будущее. Про будущее. Ну, давайте. Мы поговорим, Айнетова и Валентине. Так, давайте. Вопрос по ценам на продукцию зерно, молоко, картофель. Чего нам ожидать в обозримой перспективе? Мы складываемся в развитие, энергоресурсы дорожают, продукция дешевеет, приходится утилизировать программы субсидий, чем нужны, если сбывать тяжело, цены фиксируются и так далее. Значит, смотрите, постараюсь быстро ответить. Конечно, есть такая проблема, проблема планирования так называемая. И здесь в этом смысле очень много зависит от руководства АПК региона. Потому что если регион не может правильно спланировать, сколько товаропроизводителей ему нужно по картофелю, сколько по овощам, сколько по зерну и по иным видам продукции, то тогда рынок начинает развиваться очень хаотично. Как только возникает новая субсидия, ну, например, на картошку, все бегут на картошку. Как только возникает субсидия на молоко, все бегут на молоко. И начинается полный хаос, особенно когда это не регулируется со стороны органов управления АПК субъекта Российской Федерации. И тогда мы получаем вот такую вот, значит, ну, непонятную, да, кривую по цене, когда то дорого, то дешево, то за бесценок. В этом смысле из личного опыта могу сказать, я была достаточно долгое время руководителем психозпредприятия, и мы с такими вопросами тоже сталкивались. Первое, что очень хорошо помогает, это переработка. Маржинальность начинается на переработке, особенно по молоку. То есть рентабельность начинается тогда, когда вы начинаете это молоко разливать по упаковкам. Если у вас нет переработки, вы всегда зависимы от переработчика, вы всегда зависимы от цены, которую вам диктует покупатель. Поэтому в этом смысле это хорошо помогает. И если уж и брать господдержку, то брать на переработку. Второй вопрос, который, ну, второй, скажем так, момент, который помогает при сбытии, это кооперация. Никому не нравится это слово, оно матерное практически для всех. Все, как слушают кооператив, говорят, чур меня, чур, вот и передают меня на афиге сразу. Но пока мы не научимся объединяться для того, чтобы формировать крупные партии, мы никогда не сможем конкурировать с крупными товаропроизводителями. Это факт, доказанный экономически, юридически, как хотите. Пока мы не научим создавать, не называйтесь кооперативом, не хотите – не называйтесь, не хотите его регистрировать – не регистрируйте, но объединитесь вокруг одного опорного предприятия, которое способно собрать, сохранить, переработать и поставить это в крупными партиями однородной продукции. В противном случае ни о какой конкуренции, ни о какой цене, цене речи быть не может, а слово «вообще». То есть это вот такой, ну, некий второй лайфхак, да, который я бы вам могла посоветить. Ну и третий, понятно, что сейчас очень тяжелая ситуация с точки зрения внешнеэкономических и политических процессов, и это в полной мере влияет на рынок внутренний и в полной мере влияет на рынок цены, на цену на продукцию, но вместе с тем, ну, мы верим в будущее и надеемся, что все устаканится и все будет хорошо. А так, пожалуйста, переработка и кооперация – все наше, что есть. Обязательно все будет хорошо. Да, точно. Мы повторяем как мантру всегда, каждый день. Привет, Сузя. Большое вам спасибо за то, что нашли время к нам прийти, рассказать так много интересного. И я думаю, что наши слушатели не одну ночь должны переспать со всей той информацией, которую получили, чтобы сделать свой бизнес все лучше, грамотнее и прибыльнее. Спасибо вам за приглашение. Всегда рада. Со всеми я прощаюсь. Мы встретимся с вами в следующем месяце и тоже поговорим о чем-нибудь очень интересном и полезном. Всем большое спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok